Девушки отдыхают Манго Маркетс. ММ – это децентрализованная биржа, основанная на блокчейне Солана. Бабки в этом деле фигурируют огромные и развитие событий более чем любопытное. Начнем с первого. Неизвестный украл более 110 миллионов долларов у DeFi платформы Манго Маркетс. Как он это сделал? Использовав депозит на сумму 10 миллионов баксов, он сманипулировал ценой нативного токена МНГО. В результате цена актива кратковременно подскочила на 2295%. Увеличение стоимости позволило хакеру вывести более 110 миллионов долларов. Взлом стал шестым по величине эксплойтом DeFi в истории, уступив взлому Крим Файнанс на 130 миллионов баксов. А еще это привело к тому, что цена нативного токена МНГО упала на 52%. Но на этом история не заканчивается. Манго от таких убытков понятное дело ва** и решила вернуть себе хоть какие-то деньги. Манго Маркетс заплатит хакеру 47 миллионов долларов и откажется от уголовного преследования. Сообщество DeFi проголосовало за сделку со злоумышленником. Хакер вернет 69 миллионов долларов и оставит себе оставшиеся 47 миллионов. И что самое главное, уговор включает обязательства, делающие невозможным уголовное преследование. Вот такая сделка, друзья. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях. А мы идем дальше. Снова новости из крипты. А точнее масштабная утечка данных, по сравнению с которыми DNS, Shops, Deck и Яндекс нервно курят в сторонке. Суд по делам о банкротстве США опубликовал данные с именами и транзакциями пользователей криптобиржи Celsius. Но давайте уточним, о какой цифре идет речь. 14,5 тысяч страниц с данными пользователей. 14,5 тысяч Карл. Да Лев Толстой за всю жизнь не написал столько. Со времен MTGOX это самая крупная утечка криптоданных. Дельце тут довольно грязненькое. Вот как все было. Биржа Celsius подала на банкротство и выложила огромный набор данных, притом сделала это крайне необычным способом. Подала в суд. Вот так эти 14,5 тысяч страниц оказались в открытом доступе. Стоит отметить, хитрые владельцы до того, как объявить крах компании, вывели из компании десятки миллионов долларов. В файле находились имена пользователей, детали транзакций, а также даты и суммы каждого платежа. Да, слитая база данных не включает в себя адреса криптокошельков, но уникальные суммы платежей с точностью до более чем десятка знаков после запятой во многих случаях позволяют сопоставить платежи с записями в блокчейн-системе. Эксперты считают, что это настоящий подарок как для сыщиков-любителей, так и для профессионалов. Например, известный независимый крипто-сыщик под ником ZAKXBT в Твиттер опубликовал доказательства, что криптоаналитик Ларк Дэвис вывел с биржи 2,5 миллиона долларов после того, как прорекламировал ее. Но и для хакеров это подарок не меньше, ведь слитыми данными могут пользоваться злоумышленники, пытаясь найти жертву с самым плотным криптокошельком. Такие дела. И финальная новость в данном блоке тоже касается инцидентов в блокчейн. А точнее NFT и о удивительном парне под ником ZAKXBT. Афера пяти французов. Злоумышленники украли 2,5 миллиона баксов в NFT. Тут все просто. Пять отъявленных злодеев, используя фишинг, наворовали NFT-шек на 2,5 ляма. В рамках фишинговой кампании обещали добавить к NFT красивые анимации, а в итоге сплик. Мошенников поймали и выдвинули обвинение. Но тут интересно другое, кто их поймал. Французские власти подключили к расследованию ZAKXBT. Он называет себя ищейкой на цепи, выжившим после рак пул, который стал 2D-детективом, и создал себе образ онлайн-детектива, расследующего инциденты мошенничества в сферах криптовалюты и NFT. В своем блоге ZAKXBT подробно описал расследование. Ссылка на него будет в описании к видео. А вообще, это очень крутая профессия — быть цифровым сыщиком инкогнито. Здорово, что в нашей индустрии есть такие колоритные герои. Привет! Я Леднев Алексей, и я отвечаю за то, чтобы пятинат не дал шансов злоумышленникам остаться незамеченными. На поздних этапах атаки отличить действия хакера от обычного пользователя практически невозможно, а ущерб может быть колоссальным. На лаунче, посвященном новой версии пятинат, мы покажем, как наш продукт ловит хакеров в сети, а я расскажу, как выглядят современные атаки. Регистрируйтесь по ссылке в описании к видео и приходите на нашу онлайн-трансляцию в четверг. Команда пятинат ждет вас! В прошлом выпуске мы говорили о санкциях США на Китай, и уже можем рассказать о первых последствиях случившегося. Американские санкции парализовали полупроводниковую отрасль Китая. Заявление, что данные меры вернут Китай в каменный век, оказались неголословными. Недавно Белый дом выпустил указ, который запрещает использовать чипы, произведенные вне страны. Ограничение касается не только компаний из США, но и любых других, использующих американские технологии. Запрет Байдена, по сути, заставил американских специалистов, работающих на производстве чипов в Китае, выбирать между увольнением и потерей гражданства. В результате американские руководители и инженеры, работающие в Китае на производстве полупроводников, массово подали в отставку, парализовав целую отрасль. Сообщается, что пострадать могут все зависимые от микроэлектроники сферы. От смартфонов и беспилотных автомобилей до военной и космической промышленности. США нанесли сильнейший удар по всей китайской технологической отрасли. IT-инфраструктура индийской энергетической компании Tata Power подверглась кибератаке. Компания публично призналась, что подверглась кибератаке, приняла меры по восстановлению пострадавших систем, изолировала их и установила дополнительные меры защиты на порталах, которыми пользуются клиенты. Однако никаких технических подробностей об атаке компания не сообщила. Специалисты считают, что данный инцидент — продолжение атак раскрытых компаний и рекордов фьючера. Их приписали китайским государственным хакерам ТЭК-38. Тогда Китай отверг все обвинения, намекнув на то, что за атаками может стоять США. Но, как говорится, есть вещи, в которых не признаются. Центр анализа угроз Microsoft заявил о кибератаке на транспортные фирмы Украины и Польши. 11 октября обнаружена новая атака с помощью нового вирусовымогателя под названием «Престиж». Под прицелом организации в сфере транспорта Украины и Польши. Вирус шифрует данные жертвы и оставляет записку с требованием выкупа, в которой говорится, что данные можно разблокировать только при покупке специального инструмента. Корпорация Microsoft ранее не сталкивалась с такой программой и пока не смогла выявить причастность к атаке известных кибергрупп. Microsoft Office 365 использует нерабочий криптографический алгоритм для шифрования электронных писем. IT-гигант не планирует его чинить и рекомендует просто перестать им пользоваться. Дидос и пиратство Так мы назвали наш следующий блок новостей. Начнем с очень громкой по своему масштабу новости. Ботнет Мирай провел крупнейшую дидос-атаку на сервер Minecraft. Исследователь Амер Йоахимвик охарактеризовал эту атаку как мгновенную атаку, состоящую из UDP и TCP синфлуда. Одному господу и Амеру известно, что это значит. Вся атака на 2,5 терабит в секунду длилась около 2 минут, а пик атаки на 26 миллионов рпс длился всего 15 секунд. Это крупнейшая атака с точки зрения битрейта. Согласно отчету NetScout, военные конфликты и региональные споры напрямую влияют на рост числа разрушительных дидос-атак. Да, тренд увеличился. Например, что вам приходит на ум при слове «дидосия»? Если вам кажется, что это новое государство, которое для всех дедушек с появлением внука организовал Александр Антипов, то вы ошибаетесь. Это хакерский краудсорс. Проект дидосия платит всем желающим за участие в дидос-атаках. Проект запущен в Телеграм русскоязычной группировкой NoName057 в скобках 16. На данный момент там 13 тысяч участников. Для комрадов хакеры сделали страницу с инструкцией на гитхаб с призывом. Мы набираем экспериментальную группу помощников для участия в наших дидос-атаках. Ждем всех единомышленников, готовых нам помочь. Осталось только прикрепить видео с Шайей Лабафом. Для активных участников предусматривается система вознаграждений. Выглядит пугающе. Вообще в Телеграм активно переместились хакерские каналы. Об этом команда Positive Technologies недавно выпустила отдельную аналитическую статью, ознакомиться с которой вы можете по ссылке в описании. А теперь одеваем повязки на глаз и идем на абордаж. Пиратство. Вы готовы, дети? К чему приведет увеличение пиратства в России? На фоне приостановки кинопроката, зарубежных фильмов и работы стриминговых платформ России все больше растет интерес к нелегальному контенту. С февраля количество запросов на скачивание пиратских приложений выросло на 400%. К возможности размещения пиратских приложений в официальных российских магазинах эксперты относятся скептически, но не исключают ее. А вот у Госдумы на этот счет свое мнение. В Госдуме хотят создать ведомство для торговли пиратским контентом. Структура поможет бороться с дискриминацией, которой россияне подвергаются из-за введенных Западом санкций. Так считает депутат Госдумы Артем Кирьянов, который и выступил с соответствующей инициативой. Та цитирует Кирьянова. Мы не должны бояться брать на себя ответственность за то, что мы действительно этот контент так или иначе будем иметь у себя. Ведомство будет собирать необходимый контент без каких-либо выплат и почтения к авторским правам недружественных Российской Федерации стран. Затем контент станет доступен на платной основе пользователям. В сложившихся условиях это решение может быть оптимальным. Не забывайте поделиться своим мнением в комментариях, друзья. Что думаете, депутат Кирьянов дело говорит? Есть такое милое животное Капибара. Печально, но милых зверьков использовали для нового названия Трояна. Троян Капибара и схема ТОТ – новые друзья телефонных фишеров. Если вы пользуетесь онлайн-банкингом и живете в Италии, то вы целевая аудитория новой фишинговой компании. Обрабатывать вас будут техникой под названием ТОТ. Это продвинутая техника социальной инженерии. Злоумышленник звонит жертве после того, как соберет о ней всю необходимую информацию. После подлец представляется работником спецслужбы и подкидывает вам Капибару – Троян для смартфонов, направленный на осуществление оверлей-атак. Оверлей-атаки, кстати, это когда одно приложение рисует поверх других. Пользуясь случаем, наш креативщик Ян передает привет Игорю Климову, огромному фанату этих милых пушистиков. Следующая новость – это подвиг на грани фола. Полиция обвела операторов Deadbolt вокруг пальца и выманила у них 155 ключей для шифрования. Полиция негерландов выманила у хакеров из Deadbolt ключи для расшифрования данных, заплатив злоумышленникам. Но когда те передали ключи, полицейские отозвали транзакцию. Опасные игры. 155 ключей спасли, а хакеров разозлили. Операторы Deadbolt уже поменяли принцип и требуют двойное подтверждение, прежде чем жертва получит ключ расшифрования. Что только не используют в качестве инструментов для взлома. Например, модифицированные блютуз-колонки работают вместо ключа и помогают угнать автомобиль менее чем за минуту. К такому выводу пришла полиция Франции во время ареста двух подозреваемых в угоне автомобилей. Такую колонку можно купить в Даркнете за 5000 евро. К модифицированной колонке и цифровому ключу JBL также прилагается обучающее видео на YouTube, в котором показывается, как ей пользоваться, подключая колонку к автомобильному динамику с помощью USB-кабеля. Всем привет, меня зовут Ян, с вами рубрика Демка. О новостях, достойных основного эфира, но о котором не нашлось в них места. На повестке «Мобильные войны», «Илон Маск» и «Загробная жизнь». После агонии Павла Дурова, который обвинил WhatsApp во всех грехах, связанных с безопасностью, я ждал продолжения бифа от Сукерберга. Но, видимо, Марку неинтересно мериться мессенджерами с Павлом. А вот с Apple — это уже другое дело. В своей рекламе WhatsApp Цукерберг на весь Нью-Йорк высмеял мессенджер яблочной компании и позже заявил в своем посте, что iMessage — фуфло и не поддерживает сквозное шифрование в групповых чатах. Недавно на своей странице в Twitter Маск заявил, что у Starlink появится опция пожертвований. Все только на благие нужды, а именно во имя стран, в которых нет доступа к интернету. А вообще будет прикольно, если Илон все-таки купит Twitter и превратит его в самую большую благотворительную сеть в мире, чтобы с народной помощью на все наконец-таки хватало денег. И под финал. Немного трэша для гиков-мистиков. Байки из виртуального склепа или 10 баксов за оживление покойного родственника. Автор идеи, разработчик игр и ПО Джейсон Рорер пришел к этой идее на пандемию и сейчас воплотил ее в жизнь и за 600 рублей готов предоставить пользователю чат-бота с душой человека из загробного мира. На этом все. С вами был Ян, креативщик проекта Ciclop News. До встречи в комментариях. Я всегда на связи под ником MadeInside. А сейчас одевайте свои аэродинамические костюмы и приготовьтесь к самым лучшим 60 секундам в своей жизни. В России дефицит специалистов со знанием иностранных языков для экспорта ПО. Если вы в теме IT, поднимайте навыки полиглотов и будут в вашем доме денежки. Создание российского аналога GitHub начнется 1 ноября 2022 года. Больше всего пугает, что проект назван пугающим словом «эксперимент». Ученые научили искусственные нейроны играть в теннис. Ждем, когда в России матушке появится нейросеть-футболист. Дзюба в одиночку явно не справится. Студента посадили в тюрьму за взлом электронной почты Snapchat-аккаунтов однокурсниц. Ему грозит 13 месяцев тюрьмы. От грязных рук преступника пострадали более 100 студенток. Команде Ciclop News со своей рубрикой должен присоединиться Алексей Лукацкий. Так сообщает сотрудник пиар-отдела Positive Technologies Юлия Трубитсина. Пишите в комментариях ваше название рубрики и вектор создания контента. Скрытные кибер-друзья Оушена атакуют онлайн-казино в Юго-Восточной Азии. Преступники воруют данные посетителей. Больше всего обидно за тех, кто сначала проигрывал все деньги, а потом стал жертвой взлома. Непруха сотого левела. Кемриджские исследователи считают, что ПО для найма с ИИ и алгоритмами автоматизированная лженаука. А по-моему они просто боятся, что больше не получат работу, если их будет нанимать вредная Иишечка. Самое время подвести итоги конкурса по улучшению канала и отдать Flipper Zero в надежные руки. Немного с байтем вилсакома, а у него все-таки снимался. Поздравляю Cyber S, приз ваш. Спасибо вам за ваше участие в канале. Также хочется сказать спасибо всем зрителям, кто принял участие в опросе. Мы спим с вашими пожеланиями по улучшению канала и надеюсь многие из них уже заметны. Итак, один Flipper Zero мы разыграли, но у нас есть еще один. И так как это тамагочи для хакеров, а я хакер, я придумал для вас конкурс по соответствующей тематике. Ставьте хэштег Flipper и пишите в комментариях, как вы развиваете свои хакерские навыки. И автор лучшего лайфхака получит второй Flipper Zero. Хочу вам заанонсить, что в честь выхода 11-й версии продукта PT Network Attack Discovery выйдет спецвыпуск с Денисом Батронковым, посвященный сетевому трафику. Не пропустите. А на этом все. С вами был Николай Анисения, хакерское солнце информационной безопасности. Читайте наши новости, смотрите наши видео. Скоро увидимся. Окей, я просто снова плюнул и учит сбился. Бээээ. Иржа Цельсию спадала манкротство. И я, и да, на 60 секунд. В Госдуме хотят создать свое... В Госдуме хотят создать ве... В Госдуме хотят... Сложность Госдумы работать, я согласен. В общем, меня Антипов подставил с очками и сказал, вот Ян, возьми, они будут классные. Они, по-моему, не классные, в общем. Давайте сразу только это делать не будешь, а сохранишь две па. На все, наконец-таки, хватило денег. Хо-хо! И подфер... Я шучу, ладно. Хе-хей! Хе-хе-хе-хе!